В прямом эфире новости сейчас с вами Евгений Перлин. Здравствуйте. Уровень сотрудничества Беларуси и Китая один из самых высоких в мире. О новых проектах говорили сегодня во Дворце Независимости. Китайская корпорация Медея Групп планирует расширить присутствие в нашей стране. Известный производитель микроволновых печей и водонагревателей интересуется рынками холодильников и электропечей. Похвально то, что компания намерена расширять свое присутствие в нашей стране. Мы готовы поддержать на аналогичных основах любой ваш проект. Любой. Можете быть уверены, что мы продолжим оказывать поддержку и содействие развитию партнерских отношений. Как принято считать в руководстве Беларуси и Китайской народной республики, мы железные братья. Наш уровень сотрудничества один из самых высоких в мире. В этом году под маркой Медея Горизонт планируют выпустить около миллиона СВЧ-печей на сумму в 40 миллионов долларов. Индонезийские отели предоставляют застрявшим туристам бесплатное проживание. Более двух тысяч человек оказались заблокированы на Бали из-за извержения вулкана Агунг. Ситуацию в регионе нам прокомментировал посол Беларуси в Индонезии. Валерий Колесника отметил, что обстановка на острове сложная. Утром вулкан выбросил очередной столб пепла. Аэропорт закрыт. Отменены почти 200 международных рейсов. В эти минуты в Пинске коммунальщики, МЧС и тяжелая техника пытаются восстановить пешеходную дорожку на одной из оживленных улиц города. В субботу на Первомайской на глазах у прохожих провалился тротуар. Яма диаметром около метра и глубиной 6,5 метров. Скорее всего, повредился канализационный коллектор. Температура выше климатической нормы. Мокрый снег. Белорусские синоптики опубликовали свежий прогноз на начало зимы. Завтра по востоку страны осадки туманной гололидицы. В среду мокрый снег по всей стране. Ночная температура от минус 4 до плюс 1. Днем около нуля. В четверг по югу потеплеет до 6 градусов. Погода на неделе будет пасмурная. Прояснений будет мало. Температуры будут в среднем держаться около нуля. При прояснениях до минус 3-4 градусов понижаться. В среднем температура средняя пока будет преобладать еще на 1-2 градуса выше нормы. По предварительным прогнозам, в выходной сохранится мокрый снег с дождем и порывистым ветром. Это были самые последние новости к этой минуте. Подробности мои коллеги расскажут в 15 часов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова